Вот уже несколько лет подряд Хакасио сотрясают небывалые природные и техногенные катастрофы. Авария на Сашегове с паводок 2014 года, коммунальное ЧП в поселке Вершина Тёи, когда сотни людей остались без света и тепла в морозы за 30. Каждый раз первыми на помощь приходили спасатели. Сегодня с 25-летием бойцов поздравляют первые лица республики. Счастья, здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго. С профессиональным праздником вас, дорогие друзья, а также с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Но, пожалуй, самым сложным испытанием стали пожары 12 апреля. Таких крупных в истории современной России не было. Справиться со стихией Хакасии помогали тысячи спасателей, чуть ли не со всей России, в том числе и юные курсанты. Самая яркая картинка, это, наверное, после того, после ликвидации данной чрезвычайной ситуации, после ликвидации пожара в Краснополе, я приехал в само Краснополе и увидел, как быстро были восстановлены жилые дома. То есть и люди на самом деле благодарили и пожарных, которые не допустили дальнейшего распространения пожара. А когда горела тайга в Забайкалье, наши пожарные тоже не остались в стороне. Но совершать подвиг спасателям приходится каждый день на счету наших бойцов только за прошлый год. Тысяча спасенных жизнью в огне и воде, на земле и в небе. Пришел с ребенком, потому что посмотрела, кто защищает ее от стихийных бедствий, от пожаров, на бравых мужчин, у которых сегодня праздник. Сегодня с праздником глава Хакасии поздравил не только местных спасателей, но и нашего земляка Сергея Шайгум, который создал и развил службу МЧС России. Он оказывал помощь Хакасии, причаст даже будучи в статусе министр обороны. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.